добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые радиослушатели телезрители youtube точнее зрители сегодня понедельник сегодня 30 число остается буквально один день до окончания января месяца и как всегда по понедельникам это время у нас на связи астролог руководитель школы астрологии андрей бухарин и мы начинаем свою программу андрей месяц во первых здравствуйте добрый день майкл добрый день уважаемые радиослушатели сангейс радио да эта программа идет в записи и она будет обработана выложена на youtube где вы дорогие друзья можете с ней ознакомиться ну у нас заканчивается месяц январь 2017 год мы с вами говорили о том что год 2017 будет годом спокойным несмотря на столетие отмечаемое в этом году всем прогрессивным миром столетия великой октябрьской социалистической революции вы знаете очень серьезно и трамп наверное готовится к этому знаменательному событию в соединенных штатах тоже но мы не об этом будем говорить а тем не менее вот январь месяц он уже практически закончился неделю тому назад чуть больше была инаугурация президента вот чем ознаменовался январь месяц и мы вступаем в новый месяц февраль в котором будет парочку затмений и лунная и солнечная вот давайте пока поговорим об этом ну давайте в общем я хотел поправить насколько если я правильно расслышал про весь 2017 год что он тихим будет или про январь речи про весь 2017 год который будет в принципе я хотел бы сказать что я не совсем скажем согласен с этой точки зрения 17 но это мое мнение сугубо он как раз будет довольно ну как бы я ожидаю от него довольно больших событий таких значимых и ну скажем даже которые в некотором роде потрясных таких которые потрясать будут своей масштабностью и своими своими переменами и последствиями поэтому я бы сказал я наоборот говорю что январь 2017 он будет тихим таким спокойным но как можно сказать какие прошедшие 2016 год в целом такая накапливалась сила такая плутонианская 2000 сейчас вот семнадцатом году особенно февраль месяц на мой взгляд будет уже как бы очень сильно отличаться от января и даже оглядываясь назад 2000 январь 2017 года он действительно прошел но без каких-то таких вот крупных потрясений безусловно что каждый месяц что-то происходит на земле какие-то кто-то рождается кто-то уходит из жизни но я имею ввиду что таких каких-то не было терактов например на инаугурации трампа там не было каких-то таких подобного рода таких событий знаете вот когда большие последствия идут ну скажем нечто подобное как вот падение башни близнецов нью-йорке я вот такой уровень такого масштаба события скажем как бы озвучиваю сейчас именно это этот уровень то есть таких событий мы не наблюдали поэтому вот а уже с февраля месяца особенно со второй половины февраля то есть я допустил ожидаю например парад смены таких неожиданных сменной власти то есть когда будут некоторых странах очень вероятно что могут быть произойти неожиданные такие перевороты что-либо власти когда внеплановые могут происходить выборы причем это может быть не обязательно там именно какой-то переворот ну как пиночет приходил в чили а именно по состоянию кто-то уйти из жизни не будут неожиданные какие-то последствия это все даст либо иные способы какие-то либо иные события которые даже скажем предположить на сегодня сложно вот поэтому сам по себе этот февраль месяц он на мой взгляд кризисный он не такой спокойный особенно его вторая половина тем более два затмения которые будут феврале месяце будет лунная 11 февраля а второй солнечной 26 февраля они будут именно как правило отражаются на неустойчивость что-то за пеню то есть для индивидуума это неустойчивость психоэмоционального фона так конфликт души и тела для крупных событий это колебания на международных рынках банкротства какие-то либо скажем такие неадекватные какие-то действия и поступки поэтому вперед затмение не рекомендовано употреблять алкоголь например либо какие-то такие подобного рода вещества которые будут то есть могут приводить каким-то неадекватным действиями поступкам потому что в это время скажем усиливается их влияние и психика нестабильные так и без всяких там еще этих помытняющих сознания веществ по ходу дела отличается ли в этом плане допустим лунное затмение от солнечного затмения какое более такое скажем в этом плане повторяю потому что но несмотря на все затмения у нас жизнь так сказать продолжается кто-то отмечает какие-то события и так далее ну и часто эти события отмечается в ресторанах или там где-то дома неважно так вот если все-таки она попадает ну тут не прямо на затмение а где-то вот рядышком то какое именно более негативное в этом плане или так нельзя сравнить два затмения то лунное затмение которое вы первым 11 февраля она довольно позитивное затмение то есть там хорошие аспекты солнца с юпитером позитивно ну как можно затмение делить на скажем такие созидательного либо деструктивного характера вообще затмение бояться не надо затмение они являются собой фактор фатальности то есть неизбежности но скажем исполнение божественного приговора но это не значит что приговор однозначно там наказание это также и поощрение может быть это такое же фатальное такое же скажем неотвратимое ну как например там если так материальном плане там неожиданный там выигрыш что пусть им джекпот какого-нибудь как и неожиданный крупный крах какой-то там тоже а как это распознать что затмение принесет благо либо опасность это индивидуально надо построить транзит этого затмения к натальной карте натива и посмотреть какие аспекты идут планета затмения хотя бы от точки затмения к планетам радикса в данном случае хотя бы к селитивам асцендент и управление да но тем не менее давайте все-таки вернемся какое из двух затмений более негативное в плане употребления и каких-то излишеств еще раз хочу сказать в любое затмение следует согласно кстати велическим канонам да там вообще даже не выходят на улицу когда затмение там надо его дома просидеть этот период и не смотреть на это это да более того даже не понимаю точка зрения просто говорю что я понимаю есть рекомендация больше находиться у водоемов поскольку все-таки это связано с водой особенно лунное затмение ну и категорически запрещается смотреть на небо а солнечное затмение в отличие от лунного она как подходит для практики затмения но практика затмения это когда мы корректируем свою судьбу исправляем ошибки в прошлом чем затмение хороши так они хороши не для начни столько для начала новых дел сколько для исправления ранее допущенных ошибок вот чем хороши затмение поэтому затмение можно проводить практике не в каждое затмение вот как раз из этих двух затмений 11 и 26 февраля 11 не подходит для практики проведения затмения 26 подходит почему потому что первое затмение попадает кричи критически такой 15 лунные сутки по крайней мере на территории россии здесь 26 числа она имеет 30 лунные сутки и происходит после между 30 лунными сутками первыми поэтому она считается что но для практики затмение благоприятно есть меньше идет искажений когда идет ментальная работа и больше скажем так пользу это принесет практика затмение проводится но есть в различные практики то есть одна из них это такая когда мы скажем так себя растождествляем с ну скажем так со всеми негативом этот негативом как-то мысленно сжигаем допустим в пространстве и кстати люди я знаю примеры когда избавлялись с помощью эти практики затмения например вот таких болезней как грибок ногтей такого плана конечно лунное затмение она хорошо для работы надо своими психологическими проблемами а солнечная так как это мужская такая энергетика она надо физическим скажем вовне то есть избавление от ненужных связей ну разрыв допустим если вам хотите с кем-то расстаться то если расстанетесь нас под солнечное затмение то всерьез и надолго либо избавиться от негативных привычек таких как табакокурение и тому подобное очень хорошо бросать на затмение вот рекомендую просто всем кто желает но как-то не получалось затмение прекрасные дни 11 и 26 февраля либо за день до них ну скажем так 10 11 25 26 когда можно вот эти пагубные откат этих пагубных привычек избавиться ну буквально там на третий день уже после я о себе расскажу что я сам все время курил 16 стаж у меня был я также на затмение избавился от этой пагубные привычки ну где-то на третий день уже воротила дыма так что не мог понимаете проблема табакокурения вот людей кто не могут бросить у них всегда идет как бы вот искушение как бы закурить когда они борются с тем можно сказать демоном который их вошел ну скажем в астральном плане находится и требует этого человека ну скажем так курить курить либо там алкогольной зависимости наркотической так далее есть масса трудов на эту тему там их называть лярвами этих сущностей которые присасываются к оболочке человека и начинают специально такое психическую психический наркотик посылает когда человек вынужден чтобы удовлетворить потребности это лярвы там ну допустим употреблять алкоголь либо этих курить я имею ввиду употребление такое зловредное понятно понятно такой запой там и так далее да тут есть еще такой момент о том что вот почему обостряется случаи неадекватного поведения людей которые ну скажем может быть имеет отклонение психического плана и учащается допустим случае попадания в госпитале скорой помощи маржинси и так далее именно когда вот такие вещи происходят и поэтому есть такой момент опять же который описывается в литературе определенной когда у людей типа такого двойственность такая наступает то есть это называется опять же точно литературе специфическое внедрением то есть человек не может управлять вот то что вы сейчас назвали лярвы это правильно да это абсолютно точно он не может управлять собой и бывают случаи когда человек совершает какие-то очень ну противоправные скажем какие-то поступки а то и преступление а потом абсолютно ничего не помнит я об этом и говорю что как раз на затмение это как правило происходит это естественно это не у всех но те люди которые открыты к это таким вещам те люди которые дело в том что употребление наркотиков и алкоголя на самом деле делают дырки в тонком теле такие так называемые дырки куда проникает вот эти так называемые сущности это не тема нашей программы эта тема совершенно другой программы с другим допустим гостям но могу отметить о том что в общем то есть такая некая такая статистика трудно сказать что статистика но тем не менее на одного живущего человека вот для вас тоже будет наверное новость на сегодня скажем в районе нашей планеты в районе ну вот пространство там земли находится семь тысяч сущностей которые не имеют тела ну я могу допустить о том что те кто нас будут слушать сразу возбуждение в умах возникнет как это так какие сущности какие крушения вот именно кто и считал и так далее но тем не менее в определенной литературе это описывается хорошо давайте вернемся тогда к нашей теме понятно с этими затмениями хорошо что будет между затмениями или что будет до затмений видите ли вы какие-то ну какие-то серьезные вы говорите не будет каких-то очень таких серьезных катаклизмов серьезных каких-то февраль месяц что он как раз отмечен и тем что как раз да именно вторая половина и нас тут второе затмение около 26 февраля вторая половина месяца его даже правильно сказать последние декады с 20 где-то вот число февраля до конца она как раз кризисная очень заметно кризисная там дальние планеты аспекты делают и марс подключается то есть там могут быть военные обострения конфликты идти и марс кстати в этом затмение то есть в этом новолуние который сейчас был такой с негативными показателями сильно поэтому отнюдь я наоборот говорю о том что февраль разительно будет отличаться от января именно кризисными событиями потому что на затмение происходит отдача кармических долгов как правило затмение происходят но всегда события имеет коллективный такой характер массово то есть вовлечение именно масс народов процесс проекты я вообще вот сколько наблюдаю всякие демонстрации там которого такие проводятся они очень часто всякие те митинги проводят на затмение которые потом могут принести какую-то будиться в какие-то массовые беспорядки то есть вот в это время я рекомендовал кстати посещать какие-то акции протеста либо акции поддержки либо там что угодно потому что это время обычно она кровопролитием заканчивается когда на затмение там ну не всегда но как правило но неадекватное поведение достаточно понимаете я вспоминаю свою молодость такую медицинскую когда я работал на скорой помощи и мы ездили на выезды вот в том числе к сумасшедшим вот они эти все выезды были на новолунии либо в пололунии и я ехал даже вот скоро когда отвез такого клиента одного прямо с ним вместе мы сидели двое вы тогда еще астрологии не занимались через три после этого лекцию вы ему прочитали нет а он мне рассказывал вот мы едем а он сидит у окна этот вот больной и полная луна ночью и он говорит это она так пальцем на ней указывает и говорит это она говорит это она виновата то есть из-за нее я там на том пока скажу как бы умер болит это то ну внутренняя проблема же не то что там всех там все крошит это проблема у человека подкома короче говоря пациент раздается и и я запомнил по эту полную луну это полно как бы вот это заметно как и не едешь так полнолуние когда это происходит вот это я запомнил это я помню вот еще с тех пор как бы вот это статистика есть что новолуние полнолуние у психически неадекватный усиливается эти все обострения а затем менее так там еще больше что запенят и есть они все они только происходят на новолуние либо полнолуние но плюс еще тем получается а тень она уже это уже препятствие энергии одной планеты к другой понимаете это уже прерывание потока каких-то частиц космических которые как-то влияют на нашу психику там солнечного света например то есть солнце но имеет отношение к разуму вот и происходит помутнение разума когда луна как-то там вторгается там уже происходит но когда вот полнолуние когда земля между солнцем и луной становится то есть поток от солнца от луны к солнцу либо наоборот взаимодействие что тогда эмоциональная сфера но считается что женщины больше реагируют на лунное затмение которым от 11 февраля а мужчины больше на солнечную то есть это который 26 февраля это тоже снимать женщина больше умные создания чем мужчины поэтому очень перед затмением особенно вот который будет ближе к 26 числу особенно вот эту последнюю неделю перед ваши три часа вообще бы хорошо бы поголодать например но лечебное голодание как раз на убывающей луне было бы здорово так провести очень хорошо можно так чистку провести причем вы знаете до трех дней голодать это можно вообще без наблюдения врача в общем на самом деле это не совсем может быть так просто потому что это все зависит от конституции человека я говорю про аюрведическую конституцию есть такое понятие витопад а таки таково да поэтому голодать очень хорошо это те кто с конституцией кав кавха пита это туда-сюда а вата это надо побольше воды но все равно чистить организм следует хорошо посыл такой что чистить организм как раз вот на убывающей луне перед солнечным затмением самое оно то есть там ни в коем случае не начинать не какие-то бизнес-проекты но и так далее они как правило подвержены ну каким-то препятствием каким-то ослать им ну короче не неудачны а вот напротив в начале февраля особенно вот как раз к лунному затмению перед лунным затмением 11 февраля формируется на небесах шикарный трин между солнцем и юпитером это такой аспект всего два раза в году бывает вот видите это но кстати это он сейчас точный аспект сформировался перед этим формируется кстати каждые четыре года почти на всех инаугурациях президентов сша теперь расскажите что это случайное совпадение и так далее то есть дату выбрали 20 января явно люди которые нет астрологическое образование и крайне заметно что после когда это при этом при развите до президенте и развити которые четыре срока был президентом соединенных штатов америки он при нем как раз произошла смена с 4 марта эти инаугурации были 17 то есть 18 19 веке и в двадцатом тридцать седьмом году в 1937 году как раз насколько я помню перешли на 20 января и радикально изменилась разница что с радикально стало меньше отстреливать президентов соединенных штатов меньше их умирать на посту то есть та дата 4 марта она была очень так довольно астрологически неграмотно я вообще склоняясь к тому что это настоящее день рождения авраама линкольна которого вы не брала линкольн извиняя джорджа вашингтона которого там такое совпадение происходит вот майкл интересные первая инаугурация этого точнее день рождения джор этого вашингтона отличается от 4 марта на 11 дней а именно в конце восемнадцатого века старый и новый стиль имел разницу в 11 дней то есть очень подозрительно они в день рождения назначили инаугурации вообще пошло и вообще вот у меня такие сомнения по датам президента в сша и выбором их там некоторым именно восемнадцатом веке о том что они возможно вот этот елеанский григорианский стиле что они по старому стилю написаны везде вот в официальных но там всяких википедиях и так далее а уже девятнадцатый век там уже современности уже идет именно астрологически то много несовпадений что если подправить на 11 нет очень красиво смотрятся их астрологические победы на выборах вообще даты выбор тогда вот так вот то здесь такие вот у меня сомнения появились что а есть ошибочка возможно официальных источниках даты рождения то есть она написана верно на не указан какой стиль либо утеряно было это в каком стиле это была дата джорджа вашингтона то есть у джорджа вашингтона современном стиле очень вероятно что день рождения 4 марта вот если вы узнали бы время его рождения до сделали бы ему ректификацию тогда было бы да совсем хорошо вот так вот я кстати пусть проверят кто занимается историей это кто там всякие архивариусы и прочее возможно где-то какая-то справка найдется что на самом деле записана официальная дата по старому стилю него не по-новому что я 11 дней добавлял майкл все кто восемнадцатом веке они все но победа их выбор читается скажем либо не читается либо с большой большой натяжкой а если 11 дней подправить там уже победа выбора уже просто красивые астрологические объяснения тут точно так же как я прогнозирую победу трампа потому что но мы вас не было одну неделю мы пропустили связанное было с вашим отъездом ну вы наблюдали наверное показали по телевизору я даже да я в томске был смотрел сколько мог что разница большая во времени было но тем не менее да я это все наблюдал процедуры интересные впервые увидел внутри белого дома съемка там это из-под купола какой же высокий оказывается да там многие гости кто заходили раскрыв в рот смотрели вверх на все эти картины которые там на всю эту античную архитектуру и так далее так далее да я помню в девяносто четвертом году по-моему я был там в вашингтоне и на экскурсии вот и нас нас водили в белый дом ну тут туда куда можно было естественно запускать экскурсии но достаточно достаточно любопытно в самом случае